Депутаты Госдумы подготовили новый законопроект, который предусматривает следующую волну либерализации ОСАГО. Напомним, что в октябре подобный законопроект уже предлагал Минфин. Тогда предлагалось практически вдвое расширить тарифный коридор и отменить ключевые коэффициенты, те, что зависят от мощности двигателя и региона регистрации автомобиля. Теперь новую версию реформы предлагают уже депутаты. На сей раз региональный коэффициент предложено сохранить. Особенность нового проекта — введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения ПДД. С одной стороны, это позволит страховщикам точнее оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой — простимулирует водителей соблюдать правила. Попутно страхователи обяжут информировать страховщиков за три дня до предполагаемой экспертизы пострадавшего автомобиля. Об отказе от учёта мощности двигателя не сказано ничего. Но по информации известий, Российский союз автостраховщиков всё же рассчитывает отменить мощностной коэффициент. А тарифный коридор должны расширить на 30% вверх и вниз. Именно этот аспект остаётся самым спорным. Сразу несколько депутатов заявили в ходе слушаний, что автогражданка подорожает на те самые 30%. Российский союз автостраховщиков с этим категорически не согласен и активно агитирует за реформу хотя бы в нынешнем, более умеренном варианте. Президент РСА Игорь Юргенс уверяет, что от расширения тарифного коридора полисы не подорожают. Ведь год назад в ходе первого этапа реформы тарифную вилку уже расширяли. Но средняя цена полиса по России упала более чем на 5%, а объёмы выплат выросли почти на 3.